История помнит множество фильмов, где собаки фигурировали как полноценные персонажи. Тут вам и детское кино, и фантастика, комедии, драма. Сколько человек плакали над Хатико, над Марли и я, смеялись лохматого папы. Ммм, да, плохой пример. Вообще, к тому, что пёсили обычно выставляются в добром и хорошем ключе, готовые всегда прийти на помощь хозяину, но, конечно, не обходится и без исключений. Кстати, всем привет, с вами Миша Дарко. И сегодня мы рассмотрим фильм, после которого щеночки могут показаться вам исчадиями ада, а шанс стать кинофобом, нет, не мной, а человеком, боящимся собак, поскочит просто до какого-то космического уровня. Речь пойдёт о фильме Свора. Кино стало единственной режиссёрской работой Николаса Мастандреа, который отличился тем, что был помощником и ассоциированным продюсером на некоторых фильмах Уэса Крейвена, таких как «Крик 1, 2, 3», «Оборотни» и «Музыка сердца». Неожиданно, да? Так вот, Уэс Крейвен отдал должок своему корешу и спродюсировал его фильм «Мечты», который задумывался как идейный наследник хоррора «Стая» 1977 года. Но опять что-то пошло не так. Фильм в пух и прах провалился в прокате и был разгромлен критиками. Но по примерам худеющего и жатвы мы знаем, что зарубежным кинолюбам особо не стоит доверять. И я совсем не удивлён, что в нашей стране фильм весьма зашёл и собрал кассу даже больше, чем на родине, если верить кинопоиску. Так какая же она? Свора! Ждёт ли нас напряжённый ужастик о выживании или очередной пук в лужу? Скоро узнаем, но перед этим я хочу порекомендовать вам YouTube-канал под названием «Фейл Честеры». Там два парня занимаются расследованием загадочных, а иногда и сверхъестественных случаев. Пугает монстры из сериала «Сверхъестественное». Так вот, в сравнении с тем, о чём вы узнаете из их видео, они покажутся настоящей шуткой. Недавно на их канале вышел ролик о самом загадочном исчезновении человека в истории Франции. Обязательно посмотрите и передайте привет от меня в комментариях, ведь видос действительно очень крутой. Так что подписывайтесь на канал «Фейл Честеры», если любите всякие страшные, загадочные, необъяснимые истории так же сильно, как я. Ссылочка, как обычно, в описании, а мы переходим к обзору. Итак, фильм стартует со сцены в бескрайнем океане. Молодая пара, совершая круиз, натыкается на шлюпку с Билли Зейном, который оказывается поехавшим психопатом с манией убийств. Это был сюжет фильма «Мёртвый штиль», а у нас же тут... Пьяная в дупель мадмазель и её кавалер, который думает, что он не ебаный ассоехсмен, ведь у него есть компас, которым он, правда, ни хрена не умеет пользоваться. Где мы, пока не ясно. И наткнуться бы им, по закону жанра, на какое-нибудь таинственное судно, но берите выше. Эй, гляди! Остров Ребятки, конечно же, отправляются к этому острову, приплывая именно туда, где находится Пирс. Думаю, им просто повезло. Знаешь, пожалуй, я поищу бар. Отличная идея, он вон там, слева от кальяны. Вов! 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 Мамочка, бар, конечно же, не находит, поэтому собирается сделать папоротниковый шнапс, но только после того, как заценит местные таинственные постройки. Эй, ау! Кажется, это не магазин разливного пива. Какую ужасную тайну скрывает это место, мы узнаем позже, ну а сейчас мадам отправляется обратно к Пирсу через сказочный лес. Как вдруг! Так, стоп. Остров, покрытый густыми лесами, очень злые барбосы, перекусывающие человеченкой. Это же фильм «Дикость», вышедший со сворой в один год. А давайте так, всего 7 тысяч лайков под этим видео, и я сделаю обзор на «Дикость» уже в марте. Но только здешним пёсиком, в отличие от своих британских сородичей, дрессировщик в хуй не упёрся, поэтому... Это жестоко. Да, и хорошо, что мы знаем, что всему виной собаки-бабаки, а то эта сцена выглядит так, будто на девушку напал медведь-барт. Ведь я сомневаюсь, что пёсель может, как пушинку, перемещать взрослого человека, держа в зубах его ногу. По всей видимости, тут не обошлось без ужасных экспериментов Герберта Уэста. Короче, делают из девахи люля-кебаб, и фильм, оставляя зрителей в недоумении о судьбе её кавалера, представляет нам главных героев, которые на самолёте, потому что яхты для сосунков, да, прилетают на этот самый остров. Знакомьтесь, любой всей жизни Доминика Торетто, которая шифруется здесь под именем Ники. Это Сара, тот парень, который погибнет первым, это Ноа, ну и братья Мэтт и Джон. А теперь по характерам. Спортсменка, шкура-алкоголичка, шутник, задрот и плохой парень. Где-то мы это уже видели, да? Но, несмотря на всю клишированность характеров, которые можно увидеть, наверное, в каждом втором фильме ужасов, персонажи здесь получились достаточно клёвые, и за ними весьма интересно наблюдать и даже слушать их тупые диалоги. Мне учиться ещё пять лет. Но и превратил нашу комнату в бар. Я прочитал, что студенчество самое весёлое время в жизни. Надеюсь, что в поездку он не забыл взять свою вставную челюсть, ведь на момент выхода фильма ему было 45 лет, грёбаный ты Бенджамин Баттон. Да, кажется, мы дошли до точки невозврата, когда шутки про 30-летних студентов уже не актуальны. Если вы думаете, что наш марафон фильмов с годными актёрами прервался на этом, ну, типа, взять с одной Мишель Родригес, то нам необходимо обратиться к генеалогическому древу. Зацените, Мэтта играет Эрик Лайвли, старший брат Блейк Лайвли и сводный Джейсона Лайвли, который играл главную роль в фильме «Ночь кошмаров». Если это для вас не круто, то Джона играет Оливер Хадсон, родной брат Кейт Хадсон и сын Голди Хоун, которая с 1983 года находится в гражданском браке с Куртом Расселом. И, походу, это тот случай, когда фильм вывозят не только известные актёры, но и их родственники. Окей, собственно, замес в том, что на этом самом острове стоит домик дяди Джона и Мэтта, который достался братьям по наследству. И ребятки, конечно же, решили от души тусануть там на выходных. Наверное, очень здорово получить наследство, да? Да, это здорово! Не здорово только то, что для этого должен кто-то умереть. Дядин дом же очень годный, хоть и не создаёт впечатление того, что там уже продолжительное время никто не живёт. Даже растения не завяли. Кто скажет, который час? Который час? Который час. Маргарита, час настал! Маргарита, Маргарита, час настал! Маргарита! Итак, пока готовятся коктейльчики, братья решают тряхнуть стариной и завести старинный мерз, который пылится в гараже со времён операции «Цитадель». Машину не заводили сто лет, вряд ли она тронется с места. Немецкие инженеры лучшие в мире. Ладно, не будем придираться, что за столько лет аккумулятор бы разрядился. Упс, и кажется, я это сделал. И перенесёмся к ребятам, которые пытаются делать самый известный коктейль на основе текилы. Советую выпить пиво. Оп! Но нет, сегодня не второе августа, поэтому бутылки об голову не бьются. Расслабься. Видишь, всё работает, работает! Как итог, герои идут к распределительному щитку, чтобы показать нам воистину прекрасный подвал, в котором обязательно кто-нибудь умрёт. Чёртов трус! Вообще, постоянно отрубающееся электричество – это одно из чеховских ружей, которыми от души наполнены первые 20 минут фильма, и которых тут даже больше, чем в последнем доме слева. Помимо конченого электрощитка, тут древняя машина в гараже, верёвка для ныряния, чё блять, способности Ники к скалолазанию, сломанная каруселька, стрельба из лука, чердак, на котором Мэтт уже сделал с Ники то, что сделал бы любой здоровый мужчина, встречающийся с Мишель Родригес. Не суть. Герои начинают развлекаться, при этом меняя места дислокации раз 14, но ни пива, ни маргарита, ни съёмки в конченом сиквеле «Эффекта бабочки» не могут отвлечь Мэтта от учёбы. Надеюсь, книжные знания помогут, когда Дики Пёсель будет обгладывать его лицо. Кстати, о собачках. Ой, какой! Кто ты, малышок? Я думала, кроме нас тут никого нет. Возможно, его оставили какие-то туристы. Да, это корейские туристы потеряли свой ланч. Щеночек, конечно же, покоряет всех своей маленьковостью и становится полноправным членом тусовки, слушая увлекательные стендапы местного бракованного Дэйва Шаппела. Знаешь, Ноэ, меня иногда удивляет, что ты один. Несмотря на то, что я один, я сплю с двумя. А это увеличивает число оргазмов. Клёвая шутка, классика. И вроде всё проходит хорошо. Алкогольные напитки в больших количествах юморески уровня школьной переменки. Но это ровно до того момента, пока мистер Шутник не остаётся раз на раз с детёнышем собаки. Твои чары на меня не действуют. Я больше люблю кисок. Ты правда щенок. Ищешь повод показать клыки. И вообще, Джуль Барс оказывается засланным казачком. Ведь как только улучшается подходящий момент, он тут же бежит шестерить мамашки, которая давно прячется в кустах. Эй, щеночек, не бойся, иди. Ну собака, ну зачем ты себе так позволяешь это всё? Для чего ты это делаешь? Совершив тёмное дело, Барбос убегает, оставляя Сару с дырой в ноге и ужасной обидой за испорченный уикенд. Любой укус неизвестного животного грозит бешенством. Но не волнуйся, от бешенства ты не умрёшь. Да, большая вероятность, что она умрёт от утопления, съёмок в одном фильме с Кьюба Гудинга-младшим или от когтей зомби-тигра, нежели погибнет от бешенства. Самое худшее это, если она после укуса сама превратится в собаку. Вот на такой фильм я выкупил билет. Думаю, надо готовить самолёт. Да, вылететь надо с утра, Саре нужен врач. Но вовремя осознав, что нахрен им врач, если есть лекарство, Кто-нибудь меня нальёт? Отказываются от этой тухлой затеи. Наступает ночь. Зовёт и манит. Но не соврал, что спит с двумя. И даже находясь в объятиях Морфея, пытается быть ржачным. Чего не скажешь о Мэти, который вместо того, чтобы играться со знойными титьками Мишель Родригес, грузит зрителя экспозиции. О чём ты думаешь? О той компании, что арендовала кусок земли недалеко отсюда. Они там построили собачий питомник. Я от этой скучной истории чуть не заснула. Да-да, мы уже поняли. Этот приёмник мы видели в начале, и вы туда обязательно заглянете. Теперь объясни мне, пожалуйста, нахрена тебе три соска? Не суть. Перенесёмся к Саре, у которой из-за укуса начались необратимые изменения в психике. Ай, чёрт. Уходи. Уходи. Или она просто стерва? Позже у неё проявляется ещё один симптом, который, впрочем, может быть её обычным состоянием с утра. Дикий жор. Доброе утро. Неужели ты хочешь кого-то убить? Мэтти, я собираюсь поохотиться на Бэмби. Проснись. Смотри, у нас гости. И вообще, Бэмби уже лет как 50 убит Годзиллы. И так парни во главе с хреновым Леголасом отправляются на лесную прогулку, а девчонки купаться. Чувствуй себя отлично. От того, что Джон тебя поцеловал? Откуда ты знаешь? Брось, кто этого не знает? Это известно всем? Кто все, кому всем, вы там вдвоём были, блядь. Неважно. Девчонки в бикини, это, конечно же, прекрасно, но давайте перенесёмся к ребятам. Боже, это выглядит так, будто Уэс Андерсон снял хоррор-версию Острова Собак. Ты испугался собаки? Нет, нет, собак их тут много. Сколько? Столько. Я думал, он должен быть намертво-мёртвым. Собаки не хотят, чтобы вы были здесь. Мне очень обидно за этого чувака. Он несколько дней шатался по острову, но так и не добрёл до собственной яхты или единственного на всю округу б***ь дома с гаражом, в которых можно зашухериться. Короче, загрызает мужичка, а парни на сверхзвуковых несутся к дому, дабы предупредить девчонок. Бегите! Скорей! Скорей! Бегите в дом! Да, это же лучший момент в истории кинематографа! И сцена могла быть ещё более эпичной, если бы стрела была подожжена или смазана ядом скорпиона. Но и без этого весьма круто, ведь... Вы только посмотрите на это лицо. Как думаете, оно достаточно пафосное для человека, который дико профейлился? Так и хочется пошутить про его проблемы со зрением, но, боюсь, будет слишком тонко. Не суть. Псы тоже максимально охренели от такого конфуза и предпочли сбежать, хотя, думаю, запах крови разодорил бы их ещё больше. Тем не менее, герои умудряются запереться в доме. Извини, Ники. Кажется, ты спас мне жизнь. Какой ценой? Кошмар! Погибнуть от собаки, это ужасно, ужасно! Чувак, ты типа темнокожий парень в фильме ужасов. 666 процентов, что тебе ещё предстоит через это пройти. Собаки не хотят, чтобы мы были здесь. И парень так сказал, точно так же. Да, да, у всех укушенных проявляются некие общие черты. Они начинают ментально, что ли, чувствовать собак, но так как эта фича добавлена здесь через пень-колоду и абсолютно ни на что не влияет, предлагая просто забить. Сейчас же замолчите, замолчите, иначе мы просто сойдём с ума. Кстати, Ники права, нам надо убраться отсюда. Сапы сранью, бэл, бэл, бэл. И весь фильм меня терзает, некоторые противоречия. С одной стороны, тут у нас милые пёсики, четвероногие дружки, а с другой они убивают людей и поедают их плоть. Так кому больше сопереживать? Пишите в комментариях. Итак, ребятки, устроив мозговой штурм, наконец-то решают, что пора текать с острова. Чёрт, если он уплывёт, нам конец. Так или иначе, друзьяшкам нужно во что бы то ни стало добраться до самолёта, ибо никому не хочется платить охренительную неустойку за просрочку аренды. Не могу поверить. Что? Они нарочно её перегрызли. И это уже не собаки. Это блядские пираньи. Иначе я хз, как они за пару секунд перегрызли охрененно крепкую верёвку, которая удерживала самолёт. Неважно. Джонни вызывается доплыть до летательного аппарата, и вроде всё шло хорошо. Как вдруг? Обратно он плыл так быстро, что Майкл Фелпс бы подавился вафлями. Непревзойдённый Тедди Уильямс выбил мяч за трибуны! По итогу, друзья, каким-то чудом никого не потеряв по дороге, возвращаются в дом. Итак, ребятки кое-как и абы чем баррикадируют окна и выкидывают пахучий трупик преждевременно почившей собачки, которые тут же жирают сородичей. Теперь понятно, как они тут выживали. Так или иначе, ситуация патовая. Злобные барбосы по всему периметру. Ребята в охуенезе и не знают, что делать. Думаю, в питомнике должна сохраниться система связи. О, надеюсь, эти чёртовы собаки не научились ей пользоваться. Ну ты даёшь! Может, они ещё и экзоскелеты построили? В итоге, ребята решают добраться до гаража, дабы завести автомобиль. По земле не вариант, но хорошо, что у них тут верёвок натянуто больше, чем на канатной дороге, поэтому Летти, ну не зря ведь нам показали, что она опытная скалолазка, ёпта, вызывается добровольцем на эту авантюру. Я была чемпионкой по скалолазанию и смогу сделать это с закрытыми глазами. Выпендрёшь. Но на самом деле мы-то знаем, что она так загорелась из-за немца пылящегося в гараже. Не Ниссан Сильвия, конечно, но тоже неплохо. Я бы хотел официально заявить, что этот план отстой. Да, а как же? Я была чемпионкой по скалолазанию и вешу всего 60 килограмм. Одно я знаю наверняка, когда пёсели допрыгнут и откусят твою жопу, будешь весить всего 40. Но Летти Капулетти всё-таки добирается до крыши гаража, экстремально проникает вовнутрь, но псы не дремлют. Заводись. Заводись, е***чая машина, заводись. И это могло бы стать фактически ремейком Куджо, если бы не прекрасная атлетическая подготовка девчонки, которая даже со сквозной дыркой в ноге выполняет пируэты, с помощью которых можно не только от собак отбиться, а даже от рапторов. Ты в порядке? Да, в порядке. Оставайся там, что-нибудь придумаем. Во второй раз уже не так смешно. Но вы только зацените, как она прикольно прячется. Пёсели же тем временем каким-то образом поднимаются на крышу. Наверное, построили живую пирамиду. Я хз. Благо ребятки успевают спасти свою спасительницу. Как итог, план провалился, но все живы-здоровы, поэтому самое время забухать, потом поругаться, затем забухать и, наконец, поругаться. Скука чища. Ну, может быть, ребята взбодрятся после небольшой музыкальной паузы. Ну что, готовы веселиться? Да. Готовы? Да, мистер диджей. Это мешает соску, но какой-то тухляк. О, чёрт. Пробки? Ну почему? Да потому что идёт 57-я минута фильма, а из вас никто ещё не умер, детка. И вообще герои какие-то слишком беспечные для людей, которые выживают. Начиная от большого желания забухать и послушать музыку, в то время, когда снаружи рыскают злые барбосы, заканчивая тем, что для блокировки дверей и окон они использовали какую-то обосанную фанеру, а не мебель, например. А, тогда бы им не на чём было сидеть, пока они пьют своё пиво. Короче говоря, в подвал спускается человек, который в темноте вряд ли сможет разглядеть собственные руки, не говоря уже о собаках-убийцах. Очень жаль чувака, у него была вся жизнь впереди. Например, к 45-ю он планировал окончить универс. Верно подметил, друг. В итоге собаки предпринимают штурм, разбивая хлипкую фанеру, как ценник на видеокарты мою мечту о новом компуктере. Ребятки, каким-то чудом умудряются укрыться на чердаке, но, увы, не без потерь. Но опущен на стейки Сара Укушина, Мэтт Сюрпрайз тоже. Это кошмар. Но даже это не самое страшное, ведь оказывается, что их щедрый дядюшка вполне может быть причастен ко всему этому островному пёсокалипсису. Военная школа горных стрелков, вот кто арендовал тот участок. Они натаскали собак. Может, это неудачный эксперимент? Подожди, это дядя Фрэнк о бумаге? Но так как это информация, которую мы забудем через две минуты, о чуваке, которого мы ни разу не видели в фильме, может стоило как-то более продуктивнее использовать экранное время. Например, для показа дикой собачьей вечеринки, последствия которой герои увидят только с утра. Что за запах? Спорим, что это из твоего рта так воняет. И так как пёсели по мановению сценарного пера чудесным образом испарились, братья без проблем выкатывают машину из гаража, пытаются завести её с толкача, как вдруг. Но удача, видимо, сегодня поцеловала братьев в темечко, ведь даже потеряв лук, Мэтт не получает пои***лу стук. Остаётся только придумать, как завести машину. Просто повезло. Хотя, казалось бы, ещё полметра вперёд, и братья стали бы мокрым местом на вот этом камне. Ребята возвращаются к дому, в очередной раз убедив нас, что с утра они позавтракали салатом из четырёхлистного клевера, запив его смелой водицей. Правда, на Сару, видимо, не хватило, поэтому она совсем плоха. Сара! Она мертва. Чего ты взяла? У неё глаза открыты. Далее команда отправляется в тот самый приёмник, о котором нам постоянно толдычили, и в котором, по мнению ребят, есть радиостанция. Не похоже на собачий питомник. Здесь сделали что-то другое. Они проводили генетические опыты. Вообразили себя богами. Вот только в чём была суть эксперимента? Привить псам ненависть к верёвкам? Понятно, что они умнее и агрессивнее своих сородичей, но агрессивных собак мы видели и в других хоррорах, но они не были плодами генетических экспериментов. А весь их интеллект проявился в фильме ровно один раз, когда псы похерили ребятам в самолёт. И вообще, хотите кино про умных пёсиков, посмотрите «Кошки против собак». Так что, на мой взгляд, тема с ужасными экспериментами раскрыта довольно поверхностно. И, кстати, по всей видимости, они были ни хрена не секретными, ведь учёные, покидая это место, не стали забирать образцы, документы, компьютеры, даже чудесную бейсбольную биту. Не суть. Так как электричества тут нет, да, никогда не чувствовал себя так неловко, ребята собираются подрубить радиостанцию, «Ничерта». «Мобильник». «Ничерта». Поэтому Джонни, который у мамы Электрик, отправляется чинить вышку связи, оставив любовничков обмозговывать положеньице. «Те собаки, которых хотели усыпить, должны были сбежать отсюда, чтобы спастись». «Но если они сумели сбежать...» «Они могли вернуться». «Логично». Только вот Джонни об этом они сказать забывают, несмотря на то, что он красавчик, ведь заметил яхту парочки из начала фильма, что никак ему не помешало спровоцировать небольшой пожар. «Аааа! Ааааа!» Благо его братец ходил в одну бейсбольную секцию с Хакином Фениксом, так что отчасти он решает проблемку. Тем временем Летти обороняется от Боббиков в здании, да так увлекается, что совершает героическое самопожертвование. «Привет!» Родственникам. Мея, я ж просил не звонить сюда. Лития погибла. Быстрее! Ну, либо она спряталась в холодильнике, либо у всех героев Форсажа иммунитет к взрывам, да, Хан? Короче говоря, герои в стиле Старский Хач сягают на машине в воду и добираются до яхты, тем самым опять показав, что двуногие рулят, да, но путь до дома ожидается не близкий, поэтому самое время хорошенько отдохнуть. Надо поспать. А я тут зайцем, сука. Итак, это был фильм с вора, и как по мне он весьма неплох. Общее впечатление от него остается самое приятное, и в целом этому способствуют очень хорошие персонажи. Такие прям живые, и по ним создается впечатление, что они дружат не первый год и уже стали крепким коллективом. Достаточно сложно было угадать, кто из них погибнет первым, и нет, я не шучу. Но персонажи не были бы такими притягательными, если бы не актеры, их сыгравшие, которые, на мой взгляд, постарались на ура. Как и дрессировщики собак, ведь песель является воистину украшением фильма. Они голодные, злые и очень воняют. Думаю, после просмотра фильма тебе вряд ли больше захочется погладить соседского шарика ковбой. Ну и по мелочам. Операторская работа прекрасна, музыка замечательная и напряженная атмосфера, выдержанная как вино из тусента. И что-то мне подсказывает, что по большей части к фильму приложил руку маэстро Крейвен, нежели заявленный режиссер. Не понравилось же мне то, что заявленные умные из-за генетических экспериментов собаки не такие уж и умные. Но перегрызли они веревки самолета. Окей, так это единственное проявление их псевдоинтеллекта. Почему они тогда не перегрызли веревки у яхты? Яхезе. Также герои в некоторых моментах включали прям удивительную смекалку и изобретательность, а в других тупили на ровном месте. Например, бухая и чились тогда, когда псы вовсю думали, как ворваться в дом. Или когда отпустили в темный подвал друга в одиночку. Вы что, совсем ебни? В целом, мы имеем вполне себе годный фильм, который понравился мне, будучи просмотренным и в школьном возрасте, и уже в зрелом. Так что я даже могу его вам смело посоветовать. Ну а с вами, как обычно, был Миша Дарку. Ставьте лайк этому видео, если вам понравилось, либо дизлайки, если не понравилось. Также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Жмякайте колокольчик. Не забывайте про мою группу в ВК. И очень вас прошу, пишите комментарии, они могут быть любыми. От мнения по поводу нового обзора до того, какая у меня прикольная новая футболочка. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всех люблю, всем пока! Спасибо, что досмотрел ролик до конца. Предыдущий тоже посмотри, там ужасные колумбийские призрачные дети кошмарят добрую американскую семейку. И это очень классно. Ну а следующий обзор будет, наконец-то, на фильм про зомби.